так чуть-чуть покажу вам свое новое украшение как знаете я большой любитель необычных сережек собственно все мои сережки особенно которые я ношу они примерно так выглядят вот какие-то люди глаза застежки ключики эти это прямо одни из моих любимых потому что это мой идеальный средний размер сюда же вот эти крокодилы относятся тоже обожаю не собственно из новенького до что мне появилась это руки на кольцах они серебряные и вот такие головы тоже серебряные с розовыми кристалликами классные но опять же классной длины мне важно чтобы серьги вытягивали лицо то есть были скорее длинными чем широкими вот и две подвески у меня появилась тоже вот такие браслеты и буква вот такая и браслет от виде наручников с ключиком я прям из него не вылезаю и самое классное что я вообще ни у кого такого не видела все на него обращать внимание спрашивают что это половинка наручников я говорю нет это браслет в виде наручника и в общем тоже прямо от него балдея слова вот этот вот я себе покупала 100 лет назад от тиффани но пор и представьте по-моему вообще ни разу не надела так ребят что сделаю домашку по английскому и побегу на тренировку я вам в прошлом видео рассказывала что начала заниматься в skyeng и поставила перед собой цель посмотреть фильм в оригинале на английском языке так чтобы понять все повороты сюжета и после каждого занятия даются упражнения для самостоятельного выполнения в этот раз мне впервые нужно посмотреть и проанализировать текст живой настоящий английской речи и в общем это оказалось сильно сложнее чем просто учебные аудио где говорят четко в микрофон с паузами как будто знаете ожидая пока ты переведешь у себя в голове предыдущие слова здесь как бы никто не ждет и просто я понимаю что даже целая проблема мне понять где заканчивается предыдущие слова и типа начинается следующая фраза они просто это одно большое слово все равно знаете чувствую как пополняется словарный запас потому что на каждом уроке мы проходим много незнакомых слов и часто это синонимы тех слов которые я уже знала но с другими смысловыми оттенками и тут же мы их применяем практикуемся в общем я чувствую что потихоньку вся эта база знаний у меня наслаивается но соответственно проще потом переводить текст и проще говорить потому что иначе ты как вот рыба на льду столько всего в голове творится как бы выразить это не можешь на нужном языке потихоньку это начинает все улучшаться у меня обязательно буду держать вас в курсе и по промокоду который я оставляла под предыдущим видео вы можете оплатить уроки получить до пяти уроков в подарок ссылочку я оставлю в описании так ну что я на тренировке достала из чуана буквально свои цветные волосины леггинсы тысячи лет их не надела ну как уже последний полгода но мне был прям длинный перерыв что одно время я очень любила всякие там комиксы потом перешла на однотонные разные комбезы решила возобновить практику что они такие видите яркие в общем классно все все как я люблю взяла еще с собой наушники буду слушать музыку хотя надо сказать что ли психолог меня ругает если она тренировки с двумя наушниками занимать но даже с одним она за то чтобы максимально типа и экстравертироваться а не быть внутри своих мыслей вот максимально со всеми болтать общаться заводить разговоры не париться то есть не так что ты к любому маленькому диалогу относишься как защите диплома где комиссия ты полгода готовишься придумаешь и что же сказать спросить потом в каком настроении человека не пошлет ли он тебя не проигнорирует а вот так вот высокомерно не посмотрит ли а вдруг это я никому не надо вот эти вот тысяча мыслей как отмазаться от того чтобы с кем-нибудь заговорить вот но то чтобы гораздо легче относиться кстати у меня же периодически это получаться эти подожму ну когда еду там домой в лифте заводить какие-нибудь мелкие беседы с людьми ну либо если кто-то ко мне обращается например любимая фишка который мне спрашивать с рождения ли у вас такие волосы и вот этот навык он очень полезный на самом деле когда ты просто не запариваешься над тем чтобы поболтать и везде где есть люди воспринимать это как повод заводить знакомства обещала с вами немного делиться какими-то мыслями от психолога и смысл в том что в зависимости от того экстраверт вы или интроверт вы получаете энергию от разных вещей то есть если вы экстраверты в целом любите людей но это не обязательно вот то скорее всего когда вы с кем-то пообщаетесь но особенно когда это взаимный интерес но ты чувствуешь что человеку приятно в твоей компании тебе приятно ощущение после этого вечера что ты прям напитался энергии тебе кайфово хотя ничего не произошло вы там просто поболтали и вот очень важно усиливать количество как бы точек способность генерировать тебе такое общение вот но и когда нам взаимно приятно то есть это не ну никакой там не потребительское отношение ага вот из тех несчастных которые попали смена пути они тоже в этот момент получат куда удовольствие от общения чем чем дальше в лес тем больше ты начинаешь заморачиваться и застревать вот в собственных размышлениях которые зачастую никакого отношения к реальности не имеют но не надо этого делать закрыли глаза прыгнули вдох выдох шаг вперед и все без всяких а что будет если нет это лавочка чтобы обсеть собрать и пробовать просто я уже позанималась и хочу чуть-чуть растягивать но я так основной немного спидача на боках шпагатики в общем то до сюда обратно мне часто спрашивают долго ли ты тянулась чтобы сесть на шпагат на самом деле из-за того что я в детстве занималась спортом у меня была сильно круче растяжка чем сейчас видимо настолько мышцы с ухожили растянулись чтобы до конца не особо не зарастал то есть даже если я там спортом могу три года не заниматься потом две тренировки как-нибудь немного тянуть и в принципе я на шпагат сажусь то есть это уже какая-то видимо данность хотя но это не очень легко то есть мне нужно прям первый раз когда садишься без разбитки то немного больновато итак сейчас я вам покажу как это происходит мне кстати часто пишут что леона надо ровнее бедра располагать я знаю но я же не собираюсь на чемпионат мира по шпагатам поэтому даже если чуть-чуть криво косо все для себя любимое мне кстати до конца на него только не ссор даже не помогают ловить ни пружинки ничего стоит за 20 метров ни пружины ни пружины я вам беда покажу вот он всякие наклоны вперед вот так вот главное тянуться не грудью в случае тянуться не надо вот достаточно просто возле камеры а животом вот то есть чтобы вот это не считается как касание так ребят 12 ночи и это отличный повод угадайте что сделать правильно поесть на самом деле знаете я поняла что главное если ночью прям хочется поесть не кушать углеводы по возможности потому что это самый бомбический источник лишнего веса вот ну у меня лично это срабатывает наверное все индивидуально а съесть овощи какие-нибудь ну но желательно свежие да даже не фрукты и если прям совсем хочется есть то я еще обычно ем что-нибудь белковое вот какой-нибудь паштет но вот этот мне не очень нравится потому что у него 30 процентов жирности то есть я даже если половину съедаю то где-то 150 калорий она многовато хотела вам тут показать ну для примера но у нас осталось только либо овощи либо овощи с мясом овощи с мясом это как бы никто уже не ест овощи с мясом не так ну не очень вкусно там морковка вот это все вообще безвкусно а если просто индейка или курица то там в принципе где-то 100 калорий на баночку на 100 грамм то есть калорийность по сравнению с паштетом в 3 раза ниже и в принципе если посолить то по калориям мало прям объективно мало получается но голод можно хорошо сбить ну ты прям практически наедаешь еще какой-нибудь фельдинец классный знаете ну в общем если ты короче у тебя несколько источников удовольствия а не только еда то гораздо проще соскочить с обжорства вот то есть ты все это распределяешь и нет такой экстра фокусировки ну в общем у меня это не очень работает но я по крайней мере пытаюсь распределить внимание ну в общем плюс-минус иногда помогает да пока режу салат хотела отчитаться на тему своего общения в зале потому что я же такую длинную лекцию прочитала как нужно со всеми общаться вот эти всякие легкие разговоры поддерживать не парясь о том кто что подумает а как это выглядит ну и как вы думаете сегодня со сколькими людьми я пообщалась так давайте обратно пять четыре ваше версия да 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 ладно не считай мою подружку ну с которой мы и так постоянно общаемся вот короче в моменте я поняла что ну я думаю так если бы кто-то хотел со мной пообщаться уже б на минуту только этим и занимались если явно не наблюдается да значит сейчас я такая не ребят все равно мы будем играть по моим правилам ну-ка смотрим сюда вот мне ну все время кажется что это будет как-то нефть ну короче заход не вдался хотя на самом деле наверное все все люди так или иначе да думают друг про друга что если бы кто-то хотел уже бы подошел и мы бы общались вот и каждый думает в итоге все морозятся вот не считая каких-то счастливых случаев не знаю буду еще над этим работать потому что блин наверное не нормально что я уже год хожу в зал и познакомлюсь с одним человеком вот у вас есть еще такие проблемы вы можете ходить годами типа три поколения до вас в одно и то же место и никого не знать ну что ребят быстро покажу вам как сейчас выглядит аквариум у нас потому что у меня по моему голос старший я недавно проснулась просто покажу вам значит вот это у нас коральчики есть в том числе видите оранжевый такой одиночный они есть нескольких цветов вот это синий там красный надо его поближе перевинуть что-то он оторвался и отлетел такие тоже коральчики видите какая красота быстро вам хотела сказать про характер каждого жителя потому что они все с прибабахом морской аквариум это такое безумное разнообразие жизни например вот там вот прячется рыба в банк пижаму засранец не хочет фоткаться вон он там плавает а мы сейчас их покормим вот я придумала кормлю их артемией замороженной просто вот так болтаем начинает таять и собственно о прибабахах каждого жителя хотела рассказать вот смотрите акцеллярисы да это самые знаменитые рыбки немо у меня аквариума пару недель поэтому он стрёмно еще значит они могут менять пол то есть одна из них станет крупнее а другой раза в два это будет самка то есть у них матриархат и самка во главе стая если самка погибает то второй по иерархии самец за ней становится самкой но меняет пол и вырастает представьте потом если эта самка тоже погибнет то вслед за ней следующий самец в иерархии опять становится самкой и вырастает то есть самцы всегда мелкие но в случае гибели самки они вырастают и вот на этой парочке будет хорошо видно что у них прям существенная разница в размере не потому что один старше младше а потому что один станет самка другой самец креветка доктор тоже такая смешная она чистит рыбок паразитов а все это ест дальше кто у меня еще тут есть собака которая меняет цвет реально как осьминог то есть она такая стрёмная ну выглядит просто как я буду перед жаркой ни о чем но на самом деле то есть она двухцветная но в случае стресса и вечером она становится ночью черной в белую крапинку и вот этот вот губан пижама смотрите сейчас его видно что он плавает а вечером вот он вот он вот он поплыл синенький такой кажется вот а ночью он прячется в камень вот и плетет себе кокон на слизи прикиньте спит на боку ну то есть нормальные будут так делать вот скажите просто кого не возьми и причем мы нашли норку где он спит ну это так смешно лежит вот там вот я вам потом подсвечу это надо светить фонариком его домик и прям реально как человек понимаете лежит на боку ну что это ребят короче у нас видите роман с непослушным он еще капли он пытается мне кое-что здесь видите куда ты так шел нападай на меня нападай вот так бам иди красно и мило ну ну а а давай ты будешь к моей ноге приставать к этой ааа это девчачья очень страшно это вообще девчачья это что мальчишко нет такого мальчишко и не мальчишко Рома, давай поменяем все.